Привет, ребята! Сегодняшнее наше видео посвящено всем тем, кто любит рыбку, рыбные супы. Сегодня мы с вами приготовим испанский рыбный суп с фасолью. Это что-то общее между боябес, французским супом, или качука, итальянским супом. Ну и можно даже сравнить с нашей рыбной солянкой. Давайте начнем. С чего все начинается? Нам необходимо сварить фасоль. Не забудьте ее замочить как минимум на 24 часа, для того, чтобы она сварилась гораздо быстрее. Я вам сейчас расскажу, каким образом я варю фасоль для нашего супа. Добавляем соль, средним чайную ложечку, небольшой кусочек сливочного масла. Кусочек лука, чесночинку, лавровый лист. Всю эту историю доводим до кипения, снижаем температуру и варим до готовности. Как долго будет вариться фасоль? Наверняка вы все знаете. Замоченная фасоль будет вариться в среднем час, может быть чуть-чуть больше. За это время мы с вами подготовим все необходимые ингредиенты для нашего супчика. С чем сервируются рыбные супы? Конечно же, это обжаренный хлеб. Чаще всего это чайбата. Сейчас мы с вами сделаем чесночное масло. Перед тем, как сервировать наш супчик, мы обжарим чайбату с чесночным маслом. Получится невероятная вкуснятина. И в сочетании с супом это будет просто волшебно. Немного петрушечки, меленько-меленько ее рубим. Так мелко, насколько вы можете. Грамм 30-40, сливочное масло. Мягкое? Да, талое масло. Наша петрушечка, зубец чеснока. Выдавливаем. Всю эту историю необходимо смешать до однородной массы. Так, я попробовал. Считаю, что добавить нужно еще один небольшой зубец чеснока. То есть одного зубчика мало. Да. Ну, я делаю на свое предпочтение. Тем более, что рыбный суп очень хорошо сочетается с чесночным хлебом. Вот хлебушек чайбата. Из него мы с вами получим в среднем 4 добрых тоста. И вот этого масла, которое мы с вами приготовили, вполне достаточно на 4 тостика. В нашем рыбном супчике мы с вами будем использовать свежие томаты. Поэтому мы с вами сейчас приготовим конкасы. Это метод приготовления помидор. Снимают с них шкурку и очищают от семенчик. Пойдемте, я вам покажу, что нужно делать. Доводим воду до кипения. Приготовьте чашку с холодной водой. Ну и, конечно же, хорошие спелые помидоры. Мне понадобится 2 помидора. Плодоножку необходимо удалить. Берите овощной нож, ну или какой есть, и убираем ее. Так вот. Надрезаем. Крест-накрест. Крест-накрест. И опускаем в крутой кипяток. Наши 2 помидора. Прогреваем их в течение 40-50 секунд. Короче говоря, вы увидите, как только шкурка начнет отделяться от самого помидора, значит, все готово. После этого мы сразу должны сделать шок. Мы отправляем наши томаты в холодную воду. Покажи, пожалуйста, по такой шкурочке. Вот. То есть мы уже видим, да, что вот она, видите? Да. Да. Теперь отправляем в холодную воду. Конечно, можно использовать обычные, чищенные, резанные томаты из баночки. Но я предпочитаю, если есть возможность, свеженькие помидорки. Ну вот. Очень просто. Да. Вот такой вот он красавчик у нас с вами получается. Долго в кипятке не держите. Так, чтобы вы все-таки не сварили помидор. Он должен оставаться внутри свежим. Многие повара режут его вот так вот на сегменты, да? А затем удаляют внутри семечки. Я же делаю немножко по-другому. Я режу его вдоль. Вот так вот. Для того, чтобы максимально уменьшить потери. Вот смотрите. А вот сейчас вот эти семечки мы с вами убираем. Сталиваешь пальцем, да? Да. Удобно. При этом мы с вами не теряем вот эти мембраны. Это же помидор. Зачем его выбрасывать, правильно? Нам единственное, что не нужны вот эти семечки. Ну скажи, если попадется, допустим, что-то так страшно. Нет, ребята, нет, нет. Абсолютно не страшно. Вы можете просто порезать помидор на кусочки и отправить его в суп без всякого конкаса и тому подобное. Но я вам показываю ресторанные принципы приготовления еды. Так, чтобы вы знали. То, может быть, вам в жизни встретится, кто-то скажет, вот, я приготовил сегодня конкасы. А вы скажете, да, прекрасно, мы тоже их умеем готовить. И любим. И знаем, совершенно. Да. Наши конкасы готовы. Убираем пока что в сторонку. Все рыбные супы, которые готовятся в Средиземноморье, как правило, используются с большим количеством рыбы. Желательно, чтобы там были еще морепродукты. Мидии, креветки, каракатицы и тому подобное. Чем больше ингредиентов, тем вкуснее наш суп. Сейчас, ребятки, мы с вами начнем готовить вкусный рыбный отвар. Креветки. Панцирь. Отправляем в кастрюлю. Это аргентинские креветки, они свежие, не вареные. Это у них естественный природный цвет. Есть королевские креветки, они серого цвета. Ты и шкурку в отвар кладешь? Да, да. Креветочные вот эти все панцири, да. Они дадут нашему отвару очень хороший вкусный оттенок. Креветочки я буду резать вдоль. Мой любимый нож, специальный, японский, для сашими. Очень острый. А для чего ты их режешь? Дело в том, что, когда вы будете кушать супчик, креветка достаточно большая. Хотелось бы, скажем так, как можно чаще встречать ее на своем пути. Поэтому у нас с вами получается два кусочка, они будут небольшие. И каждый раз, когда вы будете зачерпывать в ножичку, вам будет попадаться кусочек небольшой креветочки. Отлично. Да. Идея отличная. Лосось. Чистите от чешуи, нет необходимости. Все пойдет в наш бульончик. То есть ты вывар делаешь из панциря креветок, из шкурки лосося, так я понимаю? Да, и будут все косточки сибаса. Косточки сибаса. Да. Так. Отличное филе. Боже, это все равно нужно есть. Да. Все, шкурку отправляем в наш сотейник. Ну все, ребята, давайте делать филе. Ты режь ее по спине. По спине, да. Вот видите, вот место. Вот, возле хвостика. Протыкаем. И по косточке. Вот так вот. Теперь снимаем так, чтобы остались ребра. Они нам не нужны. Мы с ним сделаем выбор. Да. Все, косточки, голову отправляем. Тоже для нашего будущего бульона. Я покупал сибаса в магазине. Жабр уже нет. Если вы покупаете рыбу на рынке, как правило, все там остается. И внутренности, внутренности нужно вычистить. Жаброй убрать. В противном случае бульон будет горьким. Да, да. Он будет горчить и будет испорчен. Все косточки, все убирайте. Все отправляем туда. Так, смотрим, все отлично. Вот, замечательно, чистое филе. Шкуру на бульон. Рыбку разделали. Прекрасное филе, прекрасное сорти. Отправляем в холодильник. Оно нам понадобится минут через 30-40. Замечательные косточки, обрезки. Бульончик получится у нас знакный. Много воды не нужно. Нам необходимо, чтобы... Да, нам необходимо намаристый бульон. Как только мы доведем до кипения, добавим сюда лучок, чесночок, лавровый лист. Классика. Фасоль наша готова. Прошел часок. Какая прелесть. Я тебе сейчас дам попробовать. Вот ты мне скажешь, как фасоль с теми специями, которые я туда положил. Она такая кремовая получилась, мягкая, нежная, с нежным ароматом. Специи не превалируют, они в меру, в общем-то, там маслянистые. Да, то есть сливочное масло, как доктор прописал, да? Да, да. Совершенно верно. Вы можете такую фасоль кушать просто саму по себе. Или же пожарить кусочек мяса или рыбки и сервировать. Замечательно. Почему я положил сливочное масло? Дело в том, что фасоль внутри достаточно имеет такую плотную структуру. Вкус, который во время варки туда вошел, он там и останется. Когда мы эту фасоль добавим в суп, вот этот вкус сливочного масла внутри, он и останется. И ваш суп будет, знаете, грандиозный, очень-очень интересный. Все, фасоль готова. Оставляете ее в бульоне. Так и храните. Даже если вы собираетесь ставить ее на завтра, охладите, а потом отправите в холодильник. Пусть она будет в бульоне, она будет сочная. Вы же когда покупаете баночную фасоль, она же в бульоне. То же самое мы с вами сделаем. В сторонку. Для того, чтобы наш бульончик получился очень вкусный, смотрите-ка, я разогреваю маленькую планчу и обжариваю кусочек лука. Наборчик вообще. Сюда кусочек лука, морковочку. Ты как бы подпекаешь? Подпекаю, да. Так, чтобы легкая чернота получилась. Что придаст цвет? Придаст цвет. Ну, самое главное, вкус. Вот так вот. То, что ты уже там прописал. Сейчас бульон мы доведем до кипения, снимем пенку и отправим овощи. Вот и пенка. Вот и пенка. Убираем. Ой, какой рыбный запах вкусный, ароматный бульончик. Да, да, да. А чувствуешь запах именно рыбы в сочетании с креветочными панцирями? Ну, очень тонко чувствую. Да, да. Но он дал свой аромат, да? Флер такой. Да, дал, дал. Отлично. Вот больше и не надо, даже я скажу так. Совершенно верно. Кулинария, это вообще алхимия. Снизили огонь, отправляем овощи, лавровый листочек, черный перчик, щепотка, немножко соли, совсем немножко. Мы с вами будем досаливать уже общий бульон. Как только он сварится, мы с вами будем его процеживать. Хорошо. Я убираю его на другую плиту. На этой плите мы продолжим готовить другие ингредиенты. Давайте делать базовый суп. Наши конкасы уже готовы. Каперсы, маслины, черные или зеленые, на ваше усмотрение. Корнишоны, желательно самые-самые вкусные. Я беру белую часть лукопорея. Помните, всегда мыть. Я когда был молодым поваром, испортил литров 50 супа. Так на всю жизнь мне на науки хватило. Теперь мы с вами будем нарезать все красивыми кусочками. Это уже окончательная форма нашего будущего супа. Одна морковочка, небольшая. То есть вот такие вот у нас с вами получаются кубики. Соответственно, все ингредиенты должны быть порезаны одинаково. Чесночок. Практически головку чеснока. Ого, это много. Но что такое Средиземноморье? Это запах рыбы, чеснока и хлеба. Пошли, если захотелось. Да. Пусть восказал. Так, сельдерей. Половинка луковицы. Я много не использую лука, потому что у меня уже есть лук порий. Поэтому этого достаточно. Хель. Хель. Он даст такой, именно тот самый правильный, аутентичный вкус блюду. Так, небольшой кусочек перца. Он такой согревает, не острый. Если брать по 10-ти бальной шкале, то это, наверное, троечка-четверочка. Очень мягкий. Так, в принципе, этого достаточно. Разогреваем сотейник. Оливковое масло. 3-4 столовых ложки. Не жалеем. И отправляем наши овощи. Поджариваем овощи для приятного такого золотистого оттенка. Что нам здесь не хватает в том, что супи? Кимьяна. Идем в огород. Идем в огород. Так. Вот наш огород. Вот так вот. Вот так. Прям бросаем грубо. Не жалеем. Не жалеем, да. Вот, 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 вот. Видите, какой благородный нагар. Вот то, что нам нужно. Теперь, в следующий момент, в среднем полстакана красного вина. Наши конкасы. Столовая ложка томатной пасты. Так, хорошенечко все это дело прокрываем. Черный перчик. Много не добавляйте. Мы будем с вами доводить вкус позже. Сольки. Чуть-чуть, чуть-чуть. Столовая ложка тростникового сахара. Так, огурчики соленые. Понемножку. Там будем доводить уже по вкусу. Так, огурчики пошли. Каперсы с водичкой. В среднем тоже столовая ложка. Смотрим по ходу пьесы. Так. О, вот-вот запахло. Теперь маслины. Черные маслины. Они у меня с косточками. Косточки вытаскиваю. Вот на кусочки. Черные греческие маслины, ребята. Это что-то. Они вяленые у нас. Да, они еще и вяленые. Так. Ну вот, я на нашу порцию использовал вот такое количество оливков. Да, где-то штук 10-15. Пару лавровых листов. Добавляйте все на свой вкус. Ну, конечно, как я говорю, все должно быть гармонично, ребята. Выключаем нашу историю. Ждем, когда сварится бульончик. У меня прошло 25 минут. Просадчик. Как тебе запах? Ой, вообще обалденный. Мощь, да? Все. Теперь процеживаем. Аккуратненько. Вот так вот. Что скажете? Очень красивый цвет. Офигеть, да? Свет лавентарный. И очень ароматный. Что самое главное для этого блюда. Вот мы сейчас с вами делаем базовый наш суп. Рыбу вот на этом этапе ни в коем случае не добавлять. Потому что вы же знаете, что происходит с креветками и что происходит с рыбой. Как только вы довели ее до кипения, она держит свою форму. Креветочка сочная. Рыбка не разваливается. Но как только вы оставите все это дело на завтра, то есть суп остынет. И вы на следующий день все это будете подогревать. Креветка будет резиновая. Рыба полностью развалится. Эффекта не будет. Вот сейчас мы с вами делаем базовый суп рыбный. Все это мы с вами можем оставить на следующий день. Рыба и креветки у нас свежие. Каждый раз, когда вы сервируете порцию, например, на двух, на трех человек, да? Добавляете каждый раз свежую рыбу и креветки. Ни в коем случае сейчас не добавлять. Так, теперь будем с вами смотреть уже сколько добавят жидкости, чтобы нам это нравилось. Добавляем фасоль вместе с бульоном. Раз, два. Как считаешь? Так, и еще, да, можно фасоль добавить? Конечно, потому что в основном там фасоль. Так, вот получается три черпака. Хорошо, для этого хватит. И бульончик. Все супы средиземноморские, вот такие вот рыбные, они похожи больше на гуляш. Потому что это же все-таки рыбаки для себя готовили. После тяжелого трудового дня лаврушку убираем. Им хочется кушать. Чтобы сытный-то был. Конечно. Жареный хлеб. Вот такая вот, вот такое густое рагу рыбное. И все, жизнь удалась. Да еще и с фасолью. Фасоль этот белок чистый. Конечно, конечно. Да и креветки чистый белок. Там будешь долго сыты. Да. Так, хорошо. Ребята, суп наш готов. Теперь следующий момент. Чабата с чесночным маслом. Как только мы ее с вами поджарим, сразу я делаю порцию на одного-двух человек, для того, чтобы вам продемонстрировать. Ребята, отправляем в духовку 180 градусов. Включайте вверх и низ. 5-7 минут поджариваем, затем переводим в состояние гриля. И уже смотрим, для того, чтобы наше масло хорошо поджарилось, чтобы получили красивую корочку на хлебе. Отправляем. Вот, хлебушек готов. Ой, ням-ням. Ай, красота, красота какая. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ну, ребятки, доводим до кипения все это дело. Отправляем нашу рыбку. Рыба варится очень-очень быстро. Даем 3-5 минут, не более. И все. Прямо засекаем, да? Да, прямо засекаем. Так, хорошо, я сейчас попробую. Ой, шикарно. Ребята, и вкус Испании. Что это такое? Шафран. Шафран. Без шафрана испанцы просто не знают свою кулинарию. Все, готово. Выключаем, сервируем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, ребята, вот она красота невероятная. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я сейчас попробую. Ну-ка. Чуть-чуть сока лимона. Решил добавить, да? Да. Вот так вот. Ой, какой кусочек. Сейчас, Аня, я тебе соберу ложечку. На пробу. Все, что положено. Ну, конечно. Ничего не забудьте. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Угу. Так. Рыбка. 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 Где у нас там креветочка? Вот она, креветочка. Ну, так он и должен быть. То есть, как я и говорил, это такое нечто между супом и рагу. Ну, пойдем попробую я. Так. О, прелесть, прелесть. Вот он, маслиночка. А вот с хлебом можно прямо вот так вот. Это эдакая макушка. Да, безжалостно. Безжалостно я его туда. О, что? Кусочек веет. Ох, я сразу перенесся в Испанию. Мы много лет там работали. И чудесно жили. О, чудесно жили. Прекрасная страна. Ну, что я могу сказать? Это просто невероятная гармония. Для людей, которые любят уху, рыбные блюда, ребята, это ваша тема. Фасоль дает вот это, вы знаете, мягкость и крепость. Рыба. Вот эти все наши солености. Вкус невероятный. Очень много всего. Но в итоге получается прекрасный аккорд. Лимончик. Ну, лимончик, оно вообще с рыбой, это классика. Хлебушек чесночный. Ну, этому супчику я могу долго петь дифирамбы. Невероятная вкуснятина. Обязательно приготовьте. Вы видели полностью технологический процесс. Что я делал? Помните, на завтра этот суп не оставлять. Как только вы положили туда рыбку, все, скушать сегодня. На завтра вы можете оставить только базовый вариант. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. Вы узнали для себя что-то новенькое. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Увидимся в следующий раз.